И привить любовь к Одессе даже тем, кто еще ни разу не бывал в Украине. Эту миссию успешно выполняют создатели игры Look Right. Приложение виртуально переносит в жемчужину моря игроков с самых дальних континентов с помощью мобильного телефона. Они изучают достопримечательности города и спасают гида, оказавшегося в беде. Прогуляться по Одессе, узнать историю и легенды ее выдающихся мест, а заодно пройти захватывающий квест. Для этого всего теперь нужен лишь мобильный телефон. Знаменитый Одесский театр оперы и балета – отправная точка виртуальной экскурсии. Девушка-гид в телефоне с помощью сообщений, фотографий и видео рассказывает о достопримечательностях города, открывает тайны Дюка, памятника Пушкину, историю здания городской думы. Можно узнать о часах, можно узнать о том, что они играют каждый час. А сейчас это такой городской гимн, наверное, правильно сказать, ария из оперетты «Белая акация», которую несколько лет назад путем такого народного одесского голосования приняли как гимнодет. Это прекрасно. Прямая иллюстрация того, о чем я рассказывал. Владелец смартфона может узнать историю около 20 исторических мест Одессы и полностью погрузиться в виртуальную реальность. Ведь у персонажей есть даже собственные профили в соцсетях. Предварительный промоушен был настолько удачный, что на нас посыпались предложения проводить эти виртуальные экскурсии. То есть все прямо поверили, что существует такое виртуальное агентство «Лук Райт», и оно проводит экскурсии удаленно по Одессе, через социальные сети или через такие специальные мессенджеры. Впрочем, знакомство с городскими достопримечательностями далеко не все, чем удивляет «Лук Райт». Ведь виртуальный гид похищен и нуждается в помощи. Игрока ждет интригующий детективный сюжет с коварными ловушками, бомбами и мутантами. Приложение настолько полюбилось геймерам, что количество скачиваний уже перевалило за сотню тысяч. Для нас было удивлением, например, что очень много играют в Бразилии. Конечно же, там, где английский – это основной язык, тоже очень много игроков, много скачиваний. И вот сейчас, собственно, благодаря англоязычным пользователям Китая мы понимаем, что там тоже будет спрос, что имеет смысл переводить это на китайский. Существующие две части переводят на новые иностранные языки, кроме уже адаптированного английского. Параллельно готовят к выходу третью главу истории с продолжением сюжета и новыми уголками Украины. Думаем о крепостях Западной Украины, Хатынская крепость, Мукачево. Может быть, очень колоритный, если нас, конечно, туда пустят, это Черновецкий университет. Я прям представляю, как там классно, и туда можно заселить его какими-нибудь привидениями или волшебниками. Разработчики говорят, хотели показать свой дом всему миру и сделать процесс знакомства увлекательным и заставляющим думать. Надеются, теперь поклонники игры захотят посмотреть на Украину не только через экран смартфона, но и собственными глазами. Любовь Задорожная, Дмитрий Борщ, UATV.